Друзья, всем привет! Вы на канале адвокат Дмитрий Соловьев. И спешу вам сообщить новость о том, что Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект номер 217810 об открытии рынка земли. Данный документ поддержало 256 народных депутатов. В первом чтении Рада приняла данный законопроект еще 13 ноября 2019 года, а ко второму чтению было подано еще 4018 правок. После принятия в первом чтении данного законопроекта я записал ролик на тему самых важных изменений касательно рынка земли. Вот сейчас появится подсказка вот здесь, кому интересно сможете перейти и посмотреть данный ролик. Друзья, за что же проголосовали наши депутаты? Сейчас я вам расскажу самые важные положения данного законопроекта. Первое. Данным законопроектом предусмотрено, что рынок земли должен заработать с 1 июля 2021 года. Второе. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения они продаваться не будут. Третье важное изменение это то, что до 2023 года данную землю смогут покупать только лишь физические лица украинцы до 100 гектаров земли в одни руки. Четвертое. Так же как это было установлено и раньше, вопрос касательно продажи земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме. Так же согласно документу, продажа земли россиянам запрещена полностью при любых условиях и так же запрещена продажа земли в 50-ти километровой пограничной зоне. Что касается юридических лиц. Юридические лица, зарегистрированные в Украине, смогут покупать земли сельхозназначения, начиная с 2023 года, не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Банки у нас не смогут покупать земли сельхозназначения, а у них будет только возможность взять земельный участок в залог. Следует отметить, что принятие данного законопроекта, а также законопроекта о банках, это было основным требованием Международного валютного фонда о предоставлении Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества. По словам нашего президента Владимира Зеленского, Украина после принятия данных закона в течение двух недель может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. При этом общая сумма помощи составит 8 миллиардов долларов. С учетом помощи от Всемирного банка, а также других доноров, Украина может рассчитывать на помощь до 10 миллиардов долларов. Друзья, а я вас попрошу в комментариях снизу написать, считаете ли вы правильным открытие рынка земли и почему, или же вы считаете, что это неправильное решение и также аргументируете почему. А если вам нужны мои юридические услуги в Одессе или по Украине, вы можете всегда со мной связаться, мои контакты указаны в описании к данному видеоролику. А если видео вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Также поделитесь данным видеороликом с вашими друзьями, чтобы они тоже узнали об открытии рынка земли. Всем до скорого и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok